Добрый день, с вами Хватмар. Мы продолжаем проходить игру Blade of Darkness. Приступаем к исследованию людской крепости Тальхалав. Как вы помните, мы проникли сюда через данную брешь в стене и, видимо, крепость пережила какую-то осаду, как минимум одну точно. Что ж, посмотрим, если выжившие, то что я понимаю, что это раз человеческий оплот, соответственно, здесь должны быть люди. Посмотрим, так это или нет. Ну, то, что как минимум здесь очень темно, из-за этого тумана, все очень плохо. О, нет. Мы видим встречающего орка. Их два. Еще и третий бежит. Этот поопаснее будет. Так, мы его таки зарубили. Это очень многообещающее начало, то что мы не успели сделать пару шагов, как на нас уже сагрилась такая туча противников. Ну, хотя какая туча? Всего три штуки по нарастающей. Сорок жизней, сто жизней и у этого дофига толстячка. Ну, что я могу сказать? Толстые орки, тонкие орки. И опять он нас ужалил своим ядовитым мечом. Так. Знаете, то, что здесь мы видим большое количество скоплений врагов рода человеческого. Это уже говорит о том, что живых защитников крепости нам, похоже, не встретить. Это очень печально. А теперь давайте поиграем в ВДВ. С саперными лопатками будем драться. Все дела. Ладно, я пошутил. О, кстати, не зря. Тут есть что пожрать. Ладно, пойдем наверх, посмотрим, что есть в этой башенке. Наверняка что-то интересное. Я подозреваю, что за углом нас кто-то ждет. Сейчас проверим. Точно. Он меня еще ударил. Нехороший. Ладно, это фигня. Бочка пустая. Бутылку брать не буду. Фух. Вообще, я тут себя веду так, как будто нахожусь дома. А это не наш дом. Ну, внизу мы видим стационарно-побоище, которое мы же и учинили. Но это нормально. Опять дыхание орка. И вот он нас встречает. Сто единиц. Иди сюда. Вот так тебе за это. Трах тебе дох. Так. Что это такое? Нагината. Ну, а оружие амазоночки. Мы брать его не будем, как всегда. У нас свои приколюхи. То есть... Мечи. И нечто топорообразное. Стоит ли брать? Давайте съедим. В принципе. Я сомневаюсь, что я буду возвращаться в эту башню позже. Так что пока просто... Разнесем здесь все. О! Вот это уже наше оружие. Но оно сломано. Да. Оружие здесь сломается. Как я уже когда-то говорил. Это возможно. И когда оно ломается, оно выглядит примерно так. То есть кусочками. Да. Защитники Тель-Халафа дали хорошие. Любой. Видите, здесь валяются убитые орки. Да. Но почему-то нет, опять же, ни одного тела защищающих. То есть складывается впечатление, что они... Так вот, складывается впечатление, что орки всех защитников собрали и съели. Ну почему нет, в принципе. Это же орки. От них можно ждать все что угодно. Так. Вообще тут, в принципе, система защиты, она такая кольцевая. То есть, ну, сама крепость, так понимаю, представляет собой форму щита. Мы сейчас идем по внешнему кольцу этого щита. Нам нужно будет идти в центр. Центральному донжону, так сказать. Показалось, что опять дышит орк. И сделать мы это можем, только продвигаясь вот таким, собственно говоря, образом. То есть, аккуратно, не спеша. Так. В башне никого. Это очень хорошо. Да. Схватили небольшой удар от нашего зеленокожего дружка. Хотя он не такой уж и зеленокожий. Можно было даже на него внимание заострять на этом противнике и просто его рубить. Так. Нам бы туда попасть, кстати говоря. Вот туда. Но дверь закрыта. Пытаться перелезть через стену не стоит. Просто-напросто упадем. На этот деревянный блок тоже лезть не нужно. Вообще непонятно, что это за блок. То есть, по идее, он что поднимает. Но здесь, как мы видим, мост абсолютно не раздвижной, не откидной, а просто мост. Так. Бутылку я брать не буду. Я уверен, что здесь есть... Нет, нет, нет. Что ж ты делаешь? Нет, здесь нет ничего. Ладно. Может быть, в этой урне. К сожалению, в ней тоже ничего нет. Ради каких-то жалких 50 единиц хп пить бутылку, которые в три раза больше восстанавливать я не буду. Я... Вот. И мы видим как раз немножко еды. Так, здесь мы видим еще несколько типов оружия. Текс. Опять палочка бо. И... Я не совсем точно помню, чье это оружие. То ли дворфы, то ли рыцаря, то ли вообще не классовое. Но, тем не менее, вот оно лежит. Скорее всего, рыцаря. Так, а в бурне ничего нет. Но, тем не менее, оружие брать я не буду. Не надо нам его. У нас своих приколюх хватает. Что ж, такое-то провалился в текстуру. Но здесь не смертельно. Ничего. Вот так вот мы и продвигаемся. Планомерно. Разбирая все запасы. Не буду разбивать. В принципе... Больше нам пока ничего не нужно. Давайте откроем эту дверь. Итак. Я бы сказал, что мы сделали круг подсчета. Сейчас этому убедимся, так это или нет. Ну, мы здесь были. С той стороны. Там были орки. Мы их порубили. Так. Опять же, я слышу дыхание. Восполнял, возможно, что мне просто кажется. Нет, мне не кажется. Бежит встречающий. Все-все, падай. Опять меня ударил. Подавитесь. Нет, никто не подавился. Как бы я не хотел. Да. Туман немного напрягает. Опять вижу кровь. Она почему-то прорисовывается много лучше в этом тумане. Видите, да? Так. Ну, я пока туда не пойду. Я пойду в эту башенку. Очень интересно, что нас тут сейчас встретит. Нас встретил тупой орк, который, собственно, принял смерть геройски. Красивая кровь. Мне очень нравится, как она тут пролилась. Так. Эффектно. Прямо как настоящее. То есть, видно, что по стенам размазано. Так. Обычно в этом уголке нас тут встречает. Нет, никого. А, о, зато я вижу стрель... Орка стрелка. Ах, ты ж нехороший. Вот у меня попал своей стрелочкой. И вот еще торчит из стены. Меня я запускал, засранец. Меня. Давайте проверим котел. Нет, он пустой. Хотя лучше бы там лежал кусок мяса, я бы съел. Здесь тоже ничего. Здесь мяса нет. Мда. Не очень, не очень хорошо. Кстати, что это такое? Это копье. Ну, оружие амазонки, опять же. Нам оно никакой пользы не принесет. Вооруживаю за черпаком. Жрать хочу. Я голоден. Дайте пожрать, люди. Странно. Столько было народу. Они все передохли. И что, они все съели, что ли? Или это пришли вот именно орки и, собственно говоря, все пожрали. Да, бывает иногда и такое. О, есть хоть немножко пищи. Там более, так сказать, лучшая пища. Все-таки сыр, он более питательный, чем какие-то яблоки. Сейчас пройдем туда. Не совсем есть нам не цель прибытия в эту крепость. Неужели варвар ищет какую-то поддержку или что-то еще здесь? Учитывая, что здесь все убиты. Или это просто-напросто крепость была у него чисто на пути. И, собственно говоря, он сейчас идет дальше посмотреть, что будет. Опять бежит Бугай. Эй, я здесь. Обезьяна. Иди сюда, обезьяна. Все-таки он меня один раз ударил, но не смертельно, не смертельно. Яд, он, конечно же, отнимает жизни со временем. Но орочи и клинки, они не настолько ядовиты. Да и здоровье у варвара богатырское. Он может себе позволить получать несколько люлей по шее. Так, правильно ли я иду? Чтобы я немного из-за вас запутался. Так, ну да, все верно. Кстати, да, хотел еще отметить один момент. Здесь есть не совсем ясная мне канализация. Так. Это не совсем понятно, почему след крови висит в воздухе. Фигня. Так вот, эта коллекторная система, она ведет нас в какое-то подземелье. Видите, да? То есть, здесь мы видим еще какое-то помещение. И вот там есть рычаг, который мы сейчас достать не можем. Посмотрим, сможем ли мы до него в дальнейшем, так сказать, добраться. Что ж, и продвигаемся далее. Вполне возможно, здесь... В этом замке тоже мы найдем руну. Хотя, что может делать руна в поселении людей? Потому что все-таки руническая фигня, я так понимаю, в этом мире, она больше для дворфов как-то имеет смысл. А не для людишек. Так. Ну, конечно, я дерну за рычаг. Где это мы? О, все понятно. Мы сделали круг. То есть, мы обошли замок по кругу. По периметру, так сказать. И теперь нужно, видимо, да, уже, я думаю, через эту башню, вот, переход вроде бы или нет. В общем, собственно говоря, мы сейчас будем проникать во внутреннюю часть данной крепости. Ну, дергай, не дергай рычаг, он ничего не исправит, что дверь выломана. Нет, здесь ничего. О, заваленный меч хаоса. Нам он не нужен. Во-первых, он у нас есть. Во-вторых, видите, сколько у меня урона идет с этого клинка. А если я возьму меч хаоса, как все печально. Ну, конечно, он у нас дает возможность использовать вертушку. Но вертушка будет потом доступна и с этого клинка. Но и она мне не нравится, потому что она очень медленная в исполнении. Ладно. Не будем тянуть кота за лапку, пойдем наверх. О, я вижу мясо. Отлично. Немного восполнил свои потери. Ну, ничего, нормально. Кто у нас здесь? У нас серьезный орк. Ах, ты ж гад. Ах, ты ж нехороший. Ну, да ладно. Тем не менее, мы его зарубили и не дали даже воспользоваться своей лечилкой. Так. Хотел посмотреть, кстати, сколько у меня аптечек. Все четыре. Тратить пока не буду. Даже не важно, что я поколечен. Мы пойдем туда. Но сначала давайте исследуем эту башню. То есть, эта башня, мы в нее вход видели. Она находилась как раз рядом с тем местом, где мы проникали в данное помещение. Ну, имеется в виду в данный замок. Рядом с пробитой стеной. Но там... Да перестань ты смотреть на этот меч. А жуй яблоки. Так. Вурнь ничего. Жаль. Жаль. Тоже жаль. Тоже жаль. Эх ты. О, хотя бы сыр. Я бы, конечно, не отказался от чего-то более существенного. Вот дверь, которую мы видели закрытой. Давайте исполним. Остановим справедливость. Да. Вот наше место проникновения. И вот эта башенка. Замечательно. Теперь мы в ней. Так. Здесь ничего. Жаль. Мне нужно немного запасов. Можно, конечно, воспользоваться аптечкой. Но я не хочу этого делать. Перестань ходить по бочкам. Просто разруби их. Перестань выделываться. Нет, здесь ничего нет. Бочки пустые. Да. Ну, зря потратил только время. Хотя, почему зря? Я насладился разрушительной мощью, которую мог представить наш великий и могучий герой. Итак. Идем в тот проход, который так доблестно охранял вот этот толстый орк. То есть, мы пойдем сюда. Ну вот, мы попали уже во внутреннюю часть. Там есть ворк-лучник. Сейчас мы к нему пройдем. Аккуратно идем. Так, сразу такая музыка. Ах, ты же нехороший. И попал в меня? Урод. Сразу почему-то заиграла какая-то мелодия непонятная мне. Зачем-то. Что у нас тут? Есть торк. Есть контакт. Так, три удара. Нормально. Ну, то, что здесь есть лучники, меня это уже не радует. Что они такие твари. Так что, давайте будем идти осмотрительно. Пока что никого. Так, окно закрыто. Мы в него пролезть не сможем. Так и зарубил. Нет, не получилось снести ему бошку. Так, там есть орк-лучник. Мы его видим, и он достал лук. Ладно. Можно, конечно же, до него дойти по низам. Но я хочу посмотреть, что нас ждет наверху. То есть, мы, когда сюда прошли, еще один орк-лучник. Урод. Вот так. Разобрались. Непонятно, откуда он здесь появился. То есть, мы шли здесь. Как вы помните. Здесь никого не было. Был только там боец, которого вот мы зарубили. И тут появился какой-то этот боец. Откуда? Как мы видим, с одной стороны у нас навалены камни. С другой стороны дверь закрыта. Откуда он явился? Непонятно. Так, понятно, что ничего не понятно. Ладно, туда мы не пойдем в любом случае. Мы пойдем здесь. Вполне возможно, конечно же, орк прискакал вот по этому карнизику. Вот тогда, почему он на нас не нападал раньше? Только что у нас засветился, как будто мы видим какого-то бойца орка. Что это было? Ну да ладно. Удар с развороту, ну просто так. Ээээ, здесь орка не было. Куда он мог деться? Вот, кстати, здесь мы тоже были. Как вы помните, я говорил вот про этот вот непонятный подъемный механизм. И, собственно, не зря мы сюда завернули. Здесь есть лечилка, которую мы оставили. Мы теперь можем ее воспользоваться. Вполне обоснованно. Так. Я не бесп... Я пока что не успокоюсь, пока не найду того орка, который был здесь лучником. Я подозреваю, что он просто слез и пошел нас искать. Коса. Или нет? Здесь никого. Это очень странно. Странно. Орка нет. Сомневаюсь, что это был тот орка, который самый последний, которого мы зарубили. Ну, у которого было 40 жизней. Что один раз, пока я шел по карнизу, у нас засветилось индикатор здоровья на 180 единиц. Ну, вот коса. В принципе, если бы я на дворских рудниках не поднял косу, мог бы взять ее здесь. То есть, ничего страшного нет, если какое-то оружие сразу же не поднимаете. Его потом, если что, можно будет получить, что оно имеется в наличии. А, да, вот он. Был ли я здесь? Я не помню. Ладно, сделаем, что не были. Сейчас я просто поднимусь к нему. И мы решим наш спор, так сказать, в поединке. И да, мы там еще не были, видите? Во-первых, опять стрелы валяются. Кстати, мы видим защитников, павших защитников. Вот лежит рыцарь. Можете сравнить размеры нашего персонажа и данного рыцаря. Ощутимо разница есть. Иди сюда, я здесь. И все же он меня ударил. Ну, это же я. Два павших бойца. Бедняги. Крови из вас налилось так, как будто вас прямо рубили, рубили и рубили на кусочки. Даже вон. Стена забрызжена даже с другой стороны. Хорошо вас, мутухоль. Хорошо. Еще один боец, которого, видимо, вы защищали. И у него ключ. В общем, ключ повелителя башни. Дюк, это герцог, что ли? В общем, дюк. В общем, главный. Все равно я слышу дыхание. Кто-то где-то дышит. Мне это не нравится. Бедняга тебя как раздавила-то, а? Охренеть. Давай, перелазь. Не может. Обалдеть. Он не может перелезть через данный заборчик. Ладно. Все, понял. В нас кто-то стрелял. Кто? Кто посмел? Все, понял. Кто посмел? Мы сейчас пойдем значиться вниз. Убивать того, посмевшего на нас поднять свой лук. И да помогут ему боги, то, что наша месть, она будет страшна. Да что ж ты падаешь, все. Длинноногий ты наш. Бежим, бежим. Бежим. Но это да, было какое-то непонятное недоразумение. Мы с ним рубились через решетку. Надо было просто решетку его поднять и нормально с ним сразиться. И показать, кто в доме хозяин. Здесь мы были? Да, да, да. Теперь ясно, куда делся этот орк. То есть, он прошел до самого конца уровня. Очень странно, учитывая, что они не часто так поступают. И так, мы входим в центральную башню. Давайте сохранимся. Я тут еще этого не делал. Да. И пройдем, собственно говоря, сюда. Что у нас тут? Ну, данный гибелин мне не очень нравится. Ага. 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 КОНЕЦ Да, я использовал бутылку лечения Пришлось Тем более, очень жаль, что лечение полное То есть теперь этой лечилки у нас нет Так, что у нас тут? Нет, это просто декорация Давайте посмотрим, что у нас здесь есть Щиты геральдические Так, там был вход Центральная дверь, конечно же, закрыта Жаль Ну и да Один из зеленых Тонкий орк Хотя уже не настолько и тонкий Еще один убитый орк Нормально Так, наверх мы еще пройдем Интересно, что это за решетка Сейчас мы узнаем О, понятно Так Ну, в принципе Нам, похоже, сюда и нужно Здесь тоже откроем Очень странно, что они не открыли все эти проходы То, что раз они победители Соответственно, чтобы получить полную власть Над помещением А чтобы получить полную власть над этим помещением Должны были, по идее, все открыть Ну или, по крайней мере, выставить нормальные Гарнизонные отряды Что они, в принципе, не сделали О, как я хорошо зашел Хотя сразу видно, что здесь убивали людей Кровь Рассыпанная пища Но мы ее воспользуемся все равно Да О Полное восстановление Очень хорошо А я уж начал скорбить о своей полной аптечке Ну, видимо, ничего так страшного Ты бы хоть, что ли, об штановик вытерял, что ли То, поднимаешь с пол Так, все съел, да? Нет, это мы есть не будем Идем дальше Иди сюда Так, этого мы зарубили А с той стороны мы видим еще одного маленького уродца Сейчас мы к нему подойдем, чтобы он на нас выскочил Что ж ты делаешь, дурак? Там огонь Нормально Так, и там нас сейчас будет встречать суровый толстый орк Иди сюда Потанцуем Ты где? Есть Ну да Можно было С меньшими потерями Никогда было бы не так интересно Ага Бонус В принципе, можно было здесь так сильно не усердствовать, но Все-таки Это халявный опыт Чем Больше опыта получим Тем для нас будет проще Что ж Мы открыли покои рыцаря Так сказать Командовавшего этим гарнизоном Что у нас здесь? Кстати, давайте возьмем эльфийский меч Посмотрим Как это будет выглядеть Ну вот такой кинжальчик Инкрустрированный рубинами Или что это такое? Упс Зачем ты берешь табуретку? И меч выкинил Нам не нужен У нас есть наш меч Зачем ты на него смотришь? Если ты не можешь его взять Странные дела Ну да Секретные ходы Секретные помещения Это нормально Возможно Что Победитель цитадели Выжил Может быть он Где-то тут скрывается Сейчас мы это проверим Точно Вон он Мужик Жди Я бегу Вообще Выкини эту Ненужную штуку Мой мастер Ну что ж Нет Это был не Поверитель цитадели Это был Один из его верных слуг Из его последних слуг Мы Имеем представление о том Что Крепость пала В результате Веровного предательства Поверитель попал В каталажку Теперь он где-то Заключенный И Этот Урод Ну я так понимаю Взял с нас Клятву Чтобы мы Помогли Его Поверителю Ну что ж Клятва При смерти Дана Соответственно Мы не можем Никак не Не выполнить То есть мы Будем ее Выполнять Ну и Вообще Видимо да Следующее Наше перемещение Будет уже Направлено Вот именно В поисках Данного Дюка Все так понимают Все таки Имя Помните Да Мы спускались Тоже В канализационное Помещение Вот оно И кстати Не проходите Мимо Мимо Этой Педальки Да Если мы Пошли Прямо Мы бы Закончили Данную Миссию Но Нам нужно Взять еще И руну Опять Слышу Бонг Так Ловушка Пока что Не активная Но это Пока что Наблюдаем Ну вот Теперь у нас Две руны И Как я Ненавижу Эти лезвия Вы бы себе Только представить Не могли Я сохраняюсь Очень Интересно Сколько я Смогу Пропустить Этих лезвий Ну чтобы Не убиться Можно так Оказывается Делать Ха Можно было Не сохраняться Странно Ну да ладно В принципе Главное Что не убили А то я реально Не люблю Эти пилочки Они Рубят Только так Ну и Давайте Продвигаться Налево Вот Ну да Это Это как раз То самое Помещение Которое Мы Разглядывали Но По другую Сторону Решетки Что ж На этом Все Крепость Мы зачистили Сейчас Послушаем Опять же Диктора Закадрового Который Повествует О наших Подвигах Вот 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 мы будем искать лорда Кермана Но Тем не менее Мы отправляемся Сейчас Даже без Возможности Выбора Томс Оф Эфире То есть Гробница Эфира Вот Да Ну вот Забавно. Так, ну опять же, как вы видели, здесь ходят в большом количестве орки. Терпеть их не могу. То есть как-то странно. То есть такое ощущение, что все людские и дворские постройки пришли в упадок. Хватит смотреть на грибы. Пришли в упадок, и там везде хозяйничают слуги тьмы. Ну что ж, с ними мы разбираться будем в следующей части. То есть что могу сказать в паре слов о наших похождениях по Кельталафу. Ну что ж, как вы видите, мы там тупили намного меньше. Да и в принципе сама карта была меньше. Здесь возрастает также наш уровень владения мечом. Ну конечно же, чем больше играешь, тем это лучше и получается. Посмотрим, что нас будет ожидать здесь. Спасибо за просмотр. С вами был Хватмар. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok